И так, как оказалось, наша палатка протекает, поэтому мы сегодня эвакуировались. Это мы с салфетками пытались спасти ситуацию вечером, но поняли, что ничего у нас не получится. Хорошо, что нас приняли в домике, мы переночевали сухо, комфортно, но лажа с палаткой осталась. Не знаю, как мы будем с этим бороться. В общем, надеюсь, что в ближайшие дни больше дождя не будет. Надеюсь, в Норвегии, что дождя не будет. Посмотрим. Продолжение следует... У нас сегодня более-менее ровная вкрутка с небольшими наклонами. Едем через разные прикольные места, по велодорожке, тут вокруг всякие ручейки. И только что я снял. Здесь леса, конечно, отличаются от наших, потому что из-за того, что здесь повышенная влажность, очень много мха разных цветов интересных мха, разных цветов, интересных. Итак, ребята, туалет, туалет возле водопада. Здесь, мне кажется, все устраивают фотосессии, вместо того, чтобы ходить в туалет. И, кстати, что самое интересное, он бесплатный. Это бесплатный туалет возле водопада. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы будем жить сегодня возле этого озера. Оно довольно-таки красивое. И это неплохая локация. Она чуть-чуть вдали от цивилизации. Здесь магазинов даже нет. Тем не менее, это не помешает нам насладиться всеми этими видами. И я надеюсь, еще разочек может дрон сегодня запустить. У нас, как уже неудивительно, тоже будет водопад. Мне кажется, что здесь вообще везде есть водопады. Мы уже разбили нашу палатку с видом на озеро. Надеюсь, она сегодня не будет у нас промокать. Точнее, она будет промокать, но я надеюсь, что не будет дождя. Что вам сказать, ребята, хорошо, когда нет дождя? Когда дождь есть, по сути, тоже хорошо, но только в укрытии. А если нет укрытия, то это жопа. Сейчас солнышко вышло, нам все просушило, просохло. Надеюсь, дождя больше не будет. Если его вдруг не будет, то будет круто. Мы будем ночевать в нашей палатке, и она не будет протекать. Кстати, если вы слышите, с нами есть ребята, которые играют ирландские разные мелодии на сопилках, флейтах и прочих инструментах. И это нереально круто. В этой атмосфере еще и вот такое музыкальное сопровождение просто разрывает все шаблоны. У нас сегодня отличный кемпинг. Здесь нет Wi-Fi. Здесь какие-то проблемы с горячей водой, еще что-то. Но это реально, наверное, самый крутой кемпинг, потому что здесь я выдохнул. Здесь реально можно отдохнуть. Какое-то здесь такое уединение, прям трудно описать. Это здесь рядом озеро, водопад. В общем, все, что надо для того, чтобы отключиться мыслями, мозгами и немного отдохнуть. Ну и то, что нет Wi-Fi, возможно, это даже и к лучшему. Как тебе наш новый кемпинг? Очень красивый. У нас ломался душ. А как тебе ирландские музычки и сопилочки? Очень красиво. У нас ребята просто талантливые. Кто захотел, может искупнуться здесь. Но вода довольно-таки прохладная. Если они огромные фанаты купания, поэтому решили не купаться. Мы идем сейчас к водопаду. И здесь в целом какая-то супер сказка. Тут вот все такое устелено зеленью, ковриком. Солнце светит, чем-то Карпаты напоминает. Но это норвежские Карпаты. Это норвежские Карпаты, да. А в общем, обстановка вот именно в этой локации. Это то, где закончился сегодня наш трек. Я не знаю, как называется это место. Трек будет в описании к этому видео. И там мне трек заканчивается. Это и есть наш кемпинг. И это действительно крутое место. Оно не очень туристическое. Поэтому тут в кемпинге места свободные всегда есть, как нам сказали. Здесь здорово. И давай еще скажем, что здесь очень дешево. Тут реально в два раза дешевле, чем везде. Два раза дешевле, чем во всех кемпингах, в которых мы были до этого. Это как бы тоже повод заезжать в более дикие места. Не столь туристические и популярные, которые есть на маршрутах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, нам бы и такой хватило. И она не напряженная, не большая. А ну замокны! С котыняка. Здесь, как всегда, как в какой-то сказке. Все очень мило, красиво. Погода нас в очередной раз сегодня радует. Мы ночью не мокли, хорошо поспали. Ну как, хорошо, холодно было, но поспали. Ой, у меня спится. В общем, ребята, как всегда, споймали себя на мысли, что в этих местах, где мало людей, мало туристов, здесь очень-очень-очень круто. Мы в этом кемпинге сегодня просто отдохнули на все 100%. И есть силы, желание ехать, вкручивать дальше. Поэтому, планируя свой маршрут, иногда отбивайтесь от траектории популярных туристических маршрутов. И все-таки смотрите некоторые дикие места, друшные, где живут местные. Это вот в основном то, что потом хорошо вам запомнится. Вот здесь по дороге вот такие штуки. Там нет людей, но вы туда бросаете купюру или монетку, там написана цена, и берете себе такую черешню и по дороге ее едите. Вот это круто! Как я уже и говорил, Норвегия и Мерида это очень популярный велосипед, так же, как и трек. И хотел бы напомнить, что у нас сейчас идут предзаказы на Мериду, которые будут уже этой зимой приезжать в магазин. Если вы вдруг хотите взять то, что вам надо по нормальной цене, обращайтесь в магазин. Судя по всему, это наш кемпинг. Мы сегодня проехали 70 километров. И это было не так сложно, как в предыдущие разы. Потому что ехали почти по-ровному. Ну, это было давно. Да, но цепь скрипит, наверное, пора смазать. У нас еще супчик обеденный. Этот супчик однозначно вкуснее, чем то, что продают на берегах Сан-Франциско. Тут есть креветки, мясо, все что угодно. В общем, я еще такого никогда вкусного не ел. КОНЕЦ